Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Зеленский издал указ о постоянном присутствии сил НАТО в Черном море. Утративший легитимность президент соседнего государства продолжает заниматься законотворческой деятельностью. Вчера он издал указ о новой стратегии морской безопасности Украины. В нем предусмотрено строительство обновленных военно-морских сил Украины со всеми родами войск на Черноморском побережье и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море. Комментируя новый документ, украинские эксперты сообщили, что Зеленский послал запоздал сигнал странам НАТО. Он захотел напомнить им, что Украина остается важной страной для создания России морских угроз. Эти же эксперты, правда, не учли того факта, что боевые корабли НАТО могут попасть в Черное море только через турецкие проливы. А туда их сначала российское СВО не пускает турецкий лидер Эрдоган, активно реализующий многовекторную политику и не желающий лишать турецкую экономику российского газа, электроэнергии российских туристов. Изданный Зеленским документ имеет экстерриториальный характер и распространяется на другие морские просторы и участки мирового океана, в которых присутствуют украинские интересы. Документ также предусматривает учреждение противоминной коалиции со странами и партнерами по НАТО о равнопроведении с ними военморских учений и различных маневров в Азово-Черноморском бассейне. Каким образом украинские боевые корабли попадут в Азовское море, пока неизвестно. Напомню, что в ходе СВО Украина лишилась доступа к нему. В Кремле уже отреагировали на новый документ Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая стратегия морской безопасности Украины может создать дополнительную военную угрозу России в случае ее претворения в жизнь. Россия считает опасным присутствие натовских кораблей в Черном море и в том числе боевых кораблей Болгарии и Румынии. В ответ на новую украинскую стратегию Россия, по словам Пескова, будет реагировать и укреплять свою безопасность.